Ребята, сегодня мои цимбидиумы, мое страдание, все хвастаются цветением своих цимбидиумов, а я хочу вам сказать, что эти прекрасные камыши не хотят расти и цвести в моей квартире. С каждым днем все больше убеждаюсь, что орхидеи нужно покупать не потому, что нравятся эти цветочки, а нужно все-таки подбирать орхидеи по условиям содержания в наших домах. Вот на сегодняшний день я уже практически уверена в том, что цимбидиумы, эти прекрасные крупно растущие орхидеи, это не мои цветы, вернее всего цветы не для содержания в моей квартире. У меня единственное место есть, где я могу их расположить, это северо-запад. Летом я выношу их на балкон. Балкон застекленный. Лето обычно в Украине очень жаркое, безветренное. Балкон застеклен, температура воздуха поднимается на балконе выше 40. Пока, ночью температура немножко опускается, но все равно очень жарко и душно. В летнее время мои цимбидиумы практически не растут. И водичку не пьют. И поливаю я их очень слабо, потому что постоянно очень горячий грунт. Воздух горячий, горшки нагреваются. Поливаю их на ночь, вечером. За ночь они немножко остывают. Ну, а днем начинается все заново, они очень сильно нагреваются. Была бы тень на балконе, может быть, как-то у них бы и удачнее происходил рост. А так, ну, не подходит. Одним словом, все-таки не подходит. Все зиму думала, что же мне с ними делать, попрощаться или оставить еще. В этих размышлениях я нахожусь и по сегодняшний день. Уже близится марта. Я все думаю, что же мне делать с моими цимбами. Цимбидиумы мои растут только в зимнее время, когда в нормальных условиях они, можно сказать, отдыхают. А мои в это время растут. Я их заношу на холодную лоджию и зимуют они там. Ну вот, например, давайте начнем с первого цимбидиума, с краю. Вот так выглядят на сегодняшний день его псевдобульбы. Там есть растущие пипочки, не знаю, снова новых ростов. Развивается он очень плохо, хоть и кормлю я их, удобряю я их. И тем не менее, бульбы растут какие-то вот скукоженные и некрупные. Точно так же выглядит и следующий. Тоже вон, видите, у основания бульбы что-то растет. Похоже, очередной молодой рост. Ну и точно такая же ситуация. Первоначальная бульба, с которой я покупала эти цимбидиумы, довольно крупнее, чем псевдобульбы, выросшие в моем доме. Вот этот вот цимбидиум, сейчас я их немножечко раздвину, чтобы было лучше видно. Вот этот цимбидиум, он вообще страдал от грибковых заболеваний. Ну, сейчас с ним все в порядке. Грибок мы победили, но и тем не менее, старые бульбы пропали, а молодые псевдобульбы растут очень-очень скудно. Вот этот ампельный, единственный цвет, который помню у своих цимбидиумов, так это вот у этого ампельного цимбидиума. Он белый. Он прошлой весной был покрыт весь черным грибом. Мне пришлось удалять большое количество псевдобульб. Очень большое количество. За лето он, конечно, восстановился. Ростики новые растит. Но цветением тоже тут и не пахнет. Это взрослые растения, это не детки, не мелочь. Ну, вот так вот они живут в моем доме. Вот это вот маленькое чудо. Я покупала, вот здесь вот была вот одна уже высохшая бульба. И вот это был еще один рост, который со временем пропал. Но за два года выросла вот бульба и только два роста. Вот я считаю, что это очень медленно. Хотя корневая система у него хорошая. Все-таки условия моей квартиры для цимбидиумов не подходят. Вынести бы их где-то на улицу, на лето в сад, на ветерочек, в полутень. Вот там бы, мне кажется, им было очень комфортно и уютно. А так, вот, воюем с ними, воюем и все никак. И сделала я вывод, что цимбидиумы все-таки не мои растения. Не будут растений в моем доме. Не буду я их больше покупать. Хотя сейчас на рынках есть такое громадное количество очень красивых цимбидиумов. Очень, но в моем доме им не место. На этом все, друзья. Желаю вам красивых цимбидиумов, красивых цветов. Думайте, какие растения вам выращивать на ваших подоконниках и в ваших садах. Пока, друзья. С вами была Марина. Канал Архидушки и мы.